МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Добрый день. Эксперты Сусветного банка наведали с визитом Гомельскую в область. Головная мета – ознайомление с ходом реализации финансуемых инвестпроектов у галине энергоэффективности. Эксперта утекавил ход реализации реконструкции Гомельской ЦЦ-1 и энергокрыницы у поселку Зябровка Гомельского района. На Гомельской ЦЦ-1 ведется серьезная реконструкция. Тут монтируется новое энергоэффективное обсталявание – газотурбинная установка могутностью 25 мегаватт с невеликим термином окупности. Гэтым объектам некольких годов тому затекавился Сусветный банк. Зараз минавитайон, забеспечивая финансование. А кроме значного показчика по экономии Палева, будут выражены и экологичные проблемы. На рабочей сустрэче эксперты Сусветного банка дали высокую оценку профессийному взрывню гомельских специалистов и якости выконываемых работ. Далее они отправились у поселок Зябровка, где завершается будовництво котельни, якая будет працавать на мясцовых видах Палева. Варто сказать, что Сусветный банк с конца 1990-х годов оказывает Беларуси соединение у реализации энергоэффективных худкокупных проектов. Мы уже очень много лет сотрудничаем с Комельским областным отделением департамента по энергоэффективности. Могу сказать, что там работают настоящие профессионалы, у нас сложились очень хорошие отношения как на рабочем, так и на человеческом уровне. Кроме того, я хотел бы отметить, что в Комель Энерго, с которым мы работаем, правда, не так долго, тем не менее. Также работают настоящие профессионалы, работать с ними тоже всегда очень приятно. И сегодня утром мы были рады убедиться в том, что Комельская ТЭЦ-1, скорее всего, будет запрещена с опережением графика. У Комельской в области сёлита зарабили бягучий рамон больше, как 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На трассах республиканских изношений одрамонтовали колясями 10 тысяч квадратных метров. Самый масштабный проект – реконструкция трассы М-5 на участку от Жлобина до Мяжи Могилёвской в области. Будоуниство вялось по стандартах максимально наближенных до европейских. Выкористовывались самые сучастные технологии. После реконструкции трасса стала поведать первой категории, повысилась ей пропускная сдольность. У планах масштабная реконструкция в улице Интернациональной Гомеле с будауниством подземного перохода и реконструкция трассы М-10 межа Российской Федерации «Гомель-Кобрин». Это запланировано на несколько этапов. До 2018 года и до 2019 года это будет сначала до города Гомеля, потом будет уже со стороны ходник, уже до Кобрин. Несанкционованные звалки, забрудживание новокольного осяродя химичными отходами и нерациональное выкористание природных ресурсов. Проверки, которые проводятся у сельско-господарших предприемствах Гомельской области, по-ранейшему выявляют шматлики порушении природоохолного законодавства. Хоть сказать об отсутности реакции на складенные протоколы, все ж таки, нельга. Огэтым подчас наведывания Петраковского района переконався Олег Сентяров. Головный боль усих природоохолных структур Гомельской области, так званая внутрегасподаршая карьеры, теоретично, и они повинны выкористовываться только для забычки того ж пяску для потреб сега с предприемства. На практице часто перетвораются у несанкционованные звалки. Причим, на территории сельско-господаршего предприемства полиция «Агроинвест» звалка «Агульная» отходы пленки, якая выкористовывается у вытворчаси. Явно привезли по загаду одного из местовых керевников. Откуда взялись решетки дравлянного дома, можно только сдагадываться. Сегодня на территории Гомельской области больше 250 внутрегасподарших карьеров, и назначенный частый из их приклада такая ситуация. После завершения термина эксплуатации тут придется проводить рекультивацию территории, а это заусим немаленькие сродки. Правда, працевать на перспективу намер маюсь не усюды, поколь заплатить штраф, иначе раз для сельско-господаряемства оказывается больше штанно, чем постоянно выконовать потребования природоохонного законодавства. Использование карьеров не по назначению, то есть размещение на них отходов, как населением, так и сельхозпредприятиями. Это уничтожение плодородного слоя, который перед разработкой карьеры обязан сниматься, сохраняться, и может быть использована для благоустройства данной сельхозорганизации. Но зачастую этим требованием игнорируют и просто его смешивают с грунтом и, соответственно, уничтожают этот растительный плодородный слой. Также зачастую одним из серьезных нарушений является несоблюдение границ отведенного участка под карьер и значительное расширение площади. И еще одна экологичная проблема – забруживание территории нафтохимичными отходами. На предприемстве «Полесия Агроинвест» предписание с потребованиями на весе парадок на мигдворы отделения Петрков отрымливали не одноразово, и селитых у речте почали выполнить проект и непосредственные работы по замене песчаного покрытия на асфальт. Обычлись господарцы малью 2 миллиарда рублей, зато и теперь тут будет постоянный парадок. А прочатого уласными силами тут привели у парадок место для мытья техники. Абсталеванная бочек 30 годов тому за минулый час, и оно пришло у полный занепад. Увы, ни кучаго отходы постоянно забруживали хлебом. На Агомишне это далеко не один и такой выпадок, причем приведение у парадок месту для мытья сельгазтехники это только полова справы. Необходно еще примусить сельгазпредприемство утилизовать отходы, что так само каштое не танно. Нужно иметь в виду, конечно, что на протяжении многих лет отстойники, нельзя исключить возможность, что они потеряли свою герметичность первоначальную. И какая-то вероятность, конечно, существует загрязнение почвы, поэтому необходимо помимо наведения внешнего порядка, нужно проводить и ревизию этих отстойников, проверять их на герметичность. Олег Синтеров, Євген Макеенко, телерадио-компания Гомель, Петриковский район. Три узнагороды завоевали коллективы Гомельской в области по выниках 8-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод». У наших танцоров дипломы за первое, другое и третье место. Пераможцы фестивалю и свежие уражения у удельников в наступном материале. Сюлетний танцевальный форум с уделом танцоров с 22-х краин света оправдал шаканье удельников и гостей с своей неполторностью и яскравостью. Самобытное мастерство у конкурсных программах показали танцоры с трех континентов. У першиню коллективы из Индии и Шри-Ланки. При такой колькости колоритных коллективов и шмадыгранности хореографичных номеров выделить пераможцев не простая задача. Этим не меньше имены пераможцев огучены. Вельми гонорова, что сярод номинантов и гомельские коллективы. Хореографичный ансамбль Державного колледжа Мастатства у имя Соколовского с композицией от первой особой стал лауреатом первой ступени у номинации конкурс балет-майстерских работ с ужасной хореографией. Конечно, девочки очень рады. Мы друг друга поздравляли, обнимались. Мы понимали, что работа совместная. Сейчас я чувствую благодарность. Благодарность организаторам фестиваля за организацию этого форума, за возможность выйти на сцену, за возможность пообщаться с участниками других коллективов, участниками коллективов из других стран, посмотреть на них, посмотреть на них за кулисами. Это очень интересно. И еще одна у знака рода Гомельчан, народная студия сучасной хореографии «Теплообмен». Так сама Гомельского Державного колледжа имя Соколовского узела диплом другой ступени у номинации «Сучасная хореография». Сярод пераможца у 8-го международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский карагод» и коллектив, который представлял Капаткевицкий городский дом культуры Петриковского района. Артисты удостоились от диплома третьей ступени у номинации «Фольклорно-бытовый танец». 8-й международный фестиваль хореографичного мастатства «Сожский карагод» засвечил запотребованность танцевальной культуры, суместная творчесть, сближая людей, да помогая передолить иснуючие адрознение забыть про километры и межи, которые нас поделяют. Настасья Кучинская, Дмитрий Радянко, отели, радует компания «Гомель». «Сожский карагод» отшумел и покинул после себя не только уражений. На набережной Ракисошу дельники фестивалю высадили Безовый сад. На набережной посадили коля 200 кустов прыгожей рослины. Тут больше за 10 гатунка у Безу. Коли з'явятся кветки, простор остания розноколяровой. Да помогу по опасации оказали делегации артистов с Беларуси, Литвы и Латвии. Даречи, створение Безового парку дани на традиции. Мы поискали в исторических справках и нашли сведения, что у князя Паскевича располагался середневый сад где-то в районе дворца. И поэтому приняли решение. Это идея нашего ландшафтного архитектора, который эту идею выношел уже не первый год. На этом справа не спынется. Новый гатунок Безу могут створить специально для Гомеля. С такой просьбой керавництва Палацево-Паркового ансамбля плануя звернуться у столичный ботанишный сад. Называться рослина може, наприклад, княгиня Ирина або Румянцевский. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова